Возможно, кто-то еще подключится и, наверное, начинаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наверное, начинаем. Кто хотел подключиться, я думаю, уже подключился, ну или подключится в процессе нашего разговора. Значит, меня зовут Смирнов Александр. Я отец ребенка с синдромом Дауна. Сказать, ей 13 лет. Меня зовут Варвара. В данный момент мы живем в городе Санкт-Петербурге. Признаюсь, это мой первый опыт публичного выступления такого на вебинаре. И заранее извиняюсь, если что не так, прошу строго не судить, тем более, что я не юрист и не буду говорить о конкретных каких-то нормах, право, об этом, наверное, лучше расскажут квалифицированные юристы. Вот та же Ольга Федоровна Безбородова, поскольку я понимаю, 5-го числа выступала. Я именно буду говорить чисто о своем опыте, так сказать. И вообще согласился я, когда меня коллеги, девушки из Коритеса пригласили, поделиться своим опытом, так сказать, в общем-то. Ну, подумал все это и решил, что в свое время, когда Варя родилась, да там 13 лет назад, естественно, мы этого не ждали, не готовились, никто ничего не знал, так сказать. И информации совсем не хватало, да, так сказать. Все было впервые, всему нужно было учиться, так сказать. Не было ни знаний, еще раз повторюсь, ни сил, ничего. Ну, за 13 лет какой-то опыт накопился, что-то мы узнали, с чем-то разобрались, так сказать, в общем-то, каких-то там, можно даже рассказать, достигли определенных успехов, так сказать. Плюс есть опыт не только нашей личной семьи, да, опыт даун-центра, так сказать, и Санкт-Петербургского, так сказать, у нас достаточно большая организация, наверное, одна из самых больших в России, так сказать, порядка 300 человек состоит в нашем даун-центре, так сказать, в котором, конечно, больше всего мама наша занимается, да, Варина Мамборская, Татьяна Бой, и я какую-то посильную помощь оказываю, да, так сказать. Вот. Плюс еще что, что по синдрому дауна, ну, и вообще по особым деткам, да, так сказать, ментальникам и все это, в первую очередь ментальникам, конечно, очень много всяких в интернете, сейчас же информации навалом, да, заходи в интернет, и чего там только нет, чего не встретишь, что-то не прочитаешь, очень много мифов, стереотипов, так сказать, крайних суждений, да, от того, что действительно там, ну, это больше, конечно, специалисты старой, скажем так, формации, там, о том, что это, ну, как многие мамы любят называть, там, овощи, там, еще что-то, вот. Но есть и крайняя, другая крайность, да, о том, что там синдром дауна, сказать, там, или какие-то сегментальные другие нарушения, это там, ну, вообще мелочь там, типа насморк, да, так сказать, все это пройдет, ничего там страшного в этом нет. Ну, истина, как всегда, наверное, она где-то посередине. Ну, вот. Буквально недавно, я на прошлой неделе, что ли, читаю о том, что есть дети, люди с синдромом дауна, доктора наук, там, в шахматы играют, там, наравне с игросмейстерами, мастерами, но, когда задаешь вопросы, где такие, позвольте, там, дать информацию, так сказать, в общем-то, конечно, этого ничего нет. Но начать-то я хотел немножко, так сказать, собственно, скажем так, с виновницы торжества, с Варвары, да, чуть-чуть рассказать о ней. Вот. Вот. Как я уже сказал, родилась она 13 лет назад, 23 ноября 2007 года, в городе Череповце мы тогда жили, так сказать. Вот, понятно, что никто не знал, и 13 лет назад еще диагностика была не такая, как сейчас, да, так сказать, то есть сейчас уж это можно, там, ну, как бы, диагностировать заранее, там, когда еще мама беременна, будучи, нет, тогда-то было все немножко по-другому, так сказать. Правда, когда родилась, сразу, так сказать, там, определили, что у девочки возможен синдром Дауна, да, так сказать, сдали анализ на кариотип, так сказать, ну, через две недели, так сказать, делали анализ две недели, да, он подтвердился. Вот. Ну и началась наша новая жизнь, да, с мамой, так сказать, все. Что, чего, разбираться, изучать как раз все это, каким образом это все. Ну, вот, спасибо генетику города Череповца, в котором, еще раз повторюсь, мы жили, так сказать, она нам очень сильно помогала в этом, консультировала, что, чего, куда обращаться, к кому бежать, да, так сказать, все это. И занимались мы, в первую очередь, я почему и фотографию, да, то есть это как вот мы с ней маленькой занимались, там еще там три месяца не было. По маленьким ступеням Глена Домана, да, что физическое развитие, вот, ну, в общем, в три месяца мы уже там могли что-то делать, да, там, держать голову, так все. Вот, регулярные занятия, все это. Потом уже появилась, что-то не было, вот, из лагера, так сказать, голландцы, которые чисто про, уже, про детей с синдромом Дауна, все это. Вот. В год мы пошли в реабилитационный центр преодоления заниматься там, так сказать, вот это как раз для них делали для преодоления, там, какие-то мероприятия, чтобы, так сказать, слайд, это, фотографии Варина, да, так сказать, вот, таким образом. То есть, когда пошли в реабилитационный центр, конечно, стало намного маме легче, потому что понятно, что сначала было очень тяжело, там, занятия с логопедом, с дефектологами, да, так сказать, и вообще общение с другими людьми, так сказать, то есть маме достаточно сильно помогало. Ну, естественно, уже где-то с год-два стали задумываться о том, что с садиком, каким образом, так, что дальше делать, так сказать, начали готовиться, так сказать, то есть начали пытаться и Варю приучать, так сказать, это вот как раз вот Варю перед садиком, там, три года, как мы учились есть, так сказать, там, навыкам социализации, да, там, кушать, пользоваться туалетом, так сказать, одеваться, чтобы к садику быть более-менее готовыми, так сказать, вот, таким образом, так сказать. Но и в сентябре 2011 года, то есть в три года пошли в детский сад с Варей. Сначала мы пошли в обычный детский садик, но там достаточно тяжело, перевелись потом в коррекционный. Я потом попозже еще немножко на этом деле остановлюсь. А в 2015 году мы переехали в Санкт-Петербург из Череповца, но как раз Варе нужно было уже в школу идти. Мы с ее мамой решили, что надо как-то переезжать в более большой город, где больше наших детей, где, может, какое-то сообщество есть, больше возможностей. И перед поступлением в первый класс мы переехали в Санкт-Петербург. Это вот как фотографии последние дни, что называется, мы на отдыхе все это. Ну и вот фотография на батуте, то есть в принципе мы как бы, я года два-три с ней с четырех, там до семи лет постоянно ходили летом на батут. Это мы вообще считаем очень полезное такое упражнение для развития моторики. Ребенка, так сказать, вестибулярного аппарата занимались, так сказать, этим всем. Ну, вторая фотография, это 1 сентября мы когда-то в школу пошли, так сказать, вернее, это праздник в Даун-центре, так сказать, посвященный 1 сентября. Вот, так сказать, ну, параллельно со школой, там вообще с жизнью, там это в Даун-центре, так сказать, мы реализовывали несколько там фотопроектов. Вот первый наш фотопроект, это вот так просто быть рядом, да, так сказать, это когда мы привлекали, как бы там, санкт-петербургских, так сказать, не только звезд для фотографироваться с нашими особыми детьми, да, так сказать, там был достаточно большой фотопроект, так сказать, он, по-моему, сейчас даже, так сказать, наш партнер фонд «Звезды и дети», так сказать, путешествует по России где-то, так сказать, то есть он, ну, несколько год стоял в Санкт-Петербурге в разных местах, так сказать, потом ездил там по городам и весь в России. Вот это как бы следующий наш фотопроект, так сказать, мы в одной команде вместе с фондом Александра Киржакова, да, так сказать, презентовали, так сказать, в прошлом году, так сказать, мы участвовали, так сказать, вместе с футбольным клубом «Зенит» организовали, так сказать, проект. «Зенит» рядом, да, так сказать, вот как раз наши дети, так сказать, вот с даун-центра нашего, так сказать, выводили тут, так сказать, футболистов «Зенита», ну, и не помню же, с кем они играли, так сказать, другой команды на футбольное поле, так сказать, там дети были, конечно, счастливы, в восторге, так сказать, очень много было эмоций, поздравлений, так сказать, радости, так сказать, но сейчас, понятно, в связи с пандемией, со всеми этими вещами, так сказать, мы это все проводить не можем. по поводу, спрашиваю, как звук включить? Звук включить пока не надо, чтобы, так сказать, если у вас есть какие-то вопросы, еще что-то пишите в чате, да, сказать, то есть там, если или в ходе своего, так сказать, выступления я что-нибудь отвечу, так сказать, или в конце нашего вебинара, так сказать, планируем устроить живое общение, да, сказать, то есть можно было задать какие-то вопросы конкретные, что интересует, так сказать, но я, если смогу, попытаюсь ответить, да. Вот, а где-то вот, да, ну, когда еще учились, в принципе, про спорт я просто немножко хочу, так сказать, сказать, о том, что в шести лет Варя стала у нас ходить, так сказать, нашли мы педагога, так сказать, там договорились и стали ходить на танцы, так сказать, еще в Череповце, да, год где-то полтора она протанцевала, до переезда в Санкт-Петербург, когда переехали в Петербург, мы ходили один год там в цирковую студию, так сказать, все это, потом перешли в опт-сало-цирк, я не знаю, возможно, кто-то слышал, так сказать, о цирк хулиганов, он еще называется, достаточно известный, так сказать, там по России, так сказать, они там номинанты золотой маски, все это, в общем-то, серьезное такое занятие, там Лариса Афанасьева, большой молодец руководитель их, так сказать, но нам как-то показалось маловато там нагрузки, там хорошая социализация, все это для развития, там ребенка, там для физического, так сказать, казалось мало, и, конечно, мы там с сентября 17-го года более, так сказать, целенаправленно стали с Варей заниматься спортом, сначала отдали в бассейн, да, так сказать, там теперь сначала даже не спортивную группу, а там физкультурную, что называется, оздоровительную, да, так сказать, вот плавала она там понемножку, так сказать, сначала меня училась на воде держаться, все это, понятно, что пришла ночью плавать, толком не умела, так сказать, вот, а уже с января 2018-го года, так сказать, к этому делу, он как-то там само собой получилось случайно, вот мы съездили в Жемчужину, это наш, этот, в Санкт-Петербурге центр, так сказать, художественной гимнастики, один из самых мощных, так сказать, в России, так сказать, вообще, как бы художественная гимнастика наша Санкт-Петербурга начинала развиваться, да, вот, и потихоньку как-то втянулись, так сказать, Варе понравилось там на ковре, да, так сказать, людям из Жемчужины, и, в общем-то, шаг за шагом понемножку, так сказать, мы этим делом втянулись, так сказать, да так, что, в общем-то, уже в летом 2018-го года, сказать, мама с Варей съездили в Охум, в Германию на чемпионат мира по художественной гимнастике среди лиц с синдромом Дауна, вот, и, в общем-то, Варя там неплохо выступила, заняла, заняла, там, по видам спорта отдельно, да, по видам отдельно, так сказать, там, бронзовые третьи и третьи места, ну, и в Магоборье тоже, так сказать, заняла третье место, это, в общем, фотография, как раз вся фактически сборная России, так сказать, по гимнастике, вот, он проводилась не только художественная гимнастика, там была спортивная гимнастика, вот, ребята, Андрей, так сказать, он и чемпион, там, мира, все это достаточно остренько занимается, так сказать, это ребята из Владимира, да, так сказать, но и наши две девчонки, Варвара, да, так сказать, и Поля Федеменова, так сказать, две художницы, два мальчика и девочка, это по спортивной гимнастике, так сказать, все это. Но и вот с тех пор так мы спортом и не бросаем заниматься, так сказать, развиваем, более того, Варю перевели, так сказать, уже в спортивную группу по плаванию, да, так сказать, то есть сейчас она выполняет где-то на второй разряд, так сказать, там, победительницы, призер, там, Спартакеат, которые когда проводились, так сказать, в Смоленск ездили, так сказать, во Владимир, еще что-то. Готовились мы активно к трясомным играм от 20-го года, которые в марте должны были проводиться в Турции, короче, так сказать, в марте. Мы даже готовили даун-центр, так сказать, ну, кроме Варис, Соли, так сказать, по художественной гимнастике, команду по футболу, так сказать, с коронавирусом все это пришлось отменить и трясомные игры перенесли на 24-й год, так что все это, вот. Ну, это уже как бы вот более профессионально мы стали гимнастикой заниматься, это Варин тренер, Ева, так сказать, а это еще один наш проект, лишняя хромосома не определяет будущее, так сказать, то есть девчонки помогают Варе тренироваться, так сказать, вот, что касается спорта. Ну, еще я пару слов хотел про школу, да, так сказать, о том, что мы ходим в коррекционную школу восьмого вида, так сказать, более подробно, потом еще остановлюсь на этом, так сказать, это вот как бы фотография за четвертый класс, то есть за первый класс у них не было, так сказать, а вот мама сделала потом за четыре класса как бы на выпускной. За второй, третий, четвертый класс, так сказать, это как Варин класс, да, так сказать, вот, ну, и это уже в пятом классе, так сказать, она со своими друзьями, да, так сказать, таким образом. Что касается личного Варин, так сказать, ну, а теперь, наверное, все-таки о правах, да, то, о чем было заявлено, что хотели рассказать, так сказать, все это, вот, ну, что-то о правах еще раз, да, так сказать, ну, и мы все с вами знаем, что у нас есть права какие-то. Правда, какие, по какому поводу возникают, в чем конкретно заключаются, так сказать, с этим уже там часто бывает сложнее, так сказать, да, права есть, а что конкретно. Проблема, конечно, заключается в том, что прав этих, ну, и правовых документов у всех очень много, они все разные, так сказать, расположены в разных документах, да, так сказать, по разному поводу, так сказать. Часть прав там связаны с нашим со здоровьем, да, так сказать, которые нам хотелось защищать, часть прав с образованием, с финансовым обеспечением, те же пенсии, да, так сказать, все это, еще раз повторюсь, размещены там в разных документах, разных ведомств, так сказать, плюс у каждой на залоге, у каждого возраста, так сказать, то есть свои проблемы и нужны знать о своих правах, так сказать, таким. Законодательство постоянно меняется, так сказать, и все это нужно, естественно, как-то отслеживать, да, так сказать, понятно, что мы живем жизнью, так сказать, своей, там, и нас на этом не учили, юриспруденции, так сказать, и, конечно, все это тяжело отслеживать, так сказать, вот. Вот, поэтому, ну, во-первых, я могу сказать, что желательно в первую очередь разбираться с теми правами, которые конкретно и законами, которые касаются нас сейчас, в данный какой-то конкретный промежуток времени, да, так сказать, и все равно их надо изучать, их надо знать, и кроме нас самих никто нам, в общем-то, не поможет. Да, да, есть какие-то юристы, есть еще что-то, но согласитесь, это... За нас, еще раз повторюсь, они все нам не расскажут, да, так сказать, все это... Вот. Что, ну, как можно защищать свои права, если мы не знаем, что, о чем говорится, да, вот. Вот, естественно, мы, когда не знаем, мы чувствуем себя неуверенно, так же примерно, как я сейчас, да, так сказать, с минимальным опытом выступления, так сказать, конечно, мне там немножко, может быть, сложно говорю, так сказать, еще что-то, но вот, что есть, то есть, так сказать, мало опыта, так сказать, публичных выступлений, будем говорить честно, да, так сказать, вот. А, естественно, знания и опыт им придают уверенность, так сказать, возможность их отстаивать, аргументировать каким-то образом, так сказать, все это таким, вот. Ну, и вообще, и когда отстаиваем права, так сказать, там, я сейчас немножко, может, общие вещи пока говорю, да, так сказать, что действительно учиться разговаривать аргументированно, спокойно, да, не поддаваться на эмоции, так сказать, не бояться задавать вопросы различным чиновникам, да, так сказать, вот. А по поводу знания, допустим, если кто есть из Петербурга, петербуржцы наши, всем рекомендуют, есть такой социальный кодекс Санкт-Петербурга, где, в принципе, все местные наши социальные льготы, законодательства, все изложено достаточно подробно, неплохим языком. Ну, возможно, и в других регионах есть подобные документы, то есть, опять-таки, их нужно искать, интересоваться, насколько они существуют. Ну, а если их нет, то, может быть, я имею в виду, кто не из Санкт-Петербурга, может быть, воспользоваться нашим опытом, посмотреть эти, потому что, естественно, этот социальный кодекс Санкт-Петербурга, он свободным доступом, его можно найти в интернете, скачать, знакомиться. И воспользоваться, да. Теперь, наверное, в первую очередь я хотел в этом про медицину остановиться, потому что она была первая, да, после рождения Вари, то есть, с кем в первую очередь сталкиваешься? Ну, вообще, особого ребенка, там, с какими-то проблемами, нозологиями, еще что-то, естественно, медики, да, так сказать. Ну, вот, опять про свой опыт, то, что, то есть, сразу с чего мы начали с медиками, так сказать, да, так сказать, когда Варя родилась, так сказать, я смотрю, какие-то лекарства какие-то там дают, препараты, да, так сказать, там, уколы делают. Вот, на самом деле, маленькие, вот, конечно, в первую очередь уколы делали, да, там, или перинатально что-нибудь вводили, так сказать, все это. Ну, и я сразу, конечно, задавал вопрос, так сказать, а что это, для чего это, зачем эти уколы, так сказать, что это дает, по каким причинам, так сказать, это. Вот, и, в общем-то, нас с мамой очень быстро-быстро, ну, вернее, Варю с мамой очень быстро-быстро, на четвертый день из роддома перевели в детскую городскую больницу, так сказать, вот, а через три дня выписали оттуда, так сказать, с формулировкой, так сказать, что 29-го, 11-го, напомню, мама Варя родилась 23-го, 29-го выписали из больницы, так сказать, это, что мама самовольно под расписку забрала. Ну, мы и настаивали, да, что, начнем у нас, нам у вас сделать, так сказать, все у нас хорошо, все замечательно, и ясно, что когда, вот, ну, предположение было, что синдром, так сказать, ну, кто ж верит, так сказать, сначала, да, когда что-то, да, нет, все у нас будет нормально, все там, они путают что-нибудь там, или мало ли что там врачам там покажется, все будет хорошо, замечательно, так сказать. Вот, а даже если нехорошо, то все равно понятие, что такое синдром, конечно, еще не было, да, вот, ну, и плюс, так сказать, Варя у меня была третья дочь уже, да, так сказать, у Татьяны тоже, ну, у нас, как бы, не первый брак, так сказать, у обоих был, да, так сказать, мы встретились, так сказать, достаточно, не совсем детьми, да, так сказать, там, взрослыми состоявшимися людьми. У меня были две дочери, у Татьяны был сын, так сказать, Олег, вот, поэтому мы, ну, немножко какой-то опыт есть, что такое, там, маленький ребенок грудной, то есть, с нашей точки зрения, там, да, все у Варе было хорошо, все, поэтому, как бы, что, давайте, выписывайтесь, все это, уехали домой, вот, и, в общем-то, больше с врачами особо и не сталкивались, да, только, ну, естественно, выполняли все, там, профосмотры, там, прививки, там, все это прочее, так сказать, отслеживали, вот, ну, то есть, я опять, я не не про то, что там нужно, там, каким-то, там, как это сейчас модно назвать, ковид-диссидентам или, там, врагом медицины, там, еще чего-то, нет, когда, там, потому что эльтероксин мы используем, так сказать, ну, вернее, гипотириоз в Варе, так сказать, обнаружен был тоже с самого начала, да, так сказать, фактически, с первых этих анализов, все это, естественно, мы с генетиком посоветовались, там, с эндокринологом, там, все это, были ясные причины, все это, то есть, обсуждали, задавали вопросы, и, то есть, эльтероксин Варвара принимает, так сказать, то есть, в принципе, с года где-то, да, так сказать, наверное, постоянно отслеживаем, да, то есть, сдаем анализы на ТТГ, так сказать, с эндокринологом общаемся, уже и переехав в Санкт-Петербург, так что, конечно, немножко с другим доктором, ну, что делать, да, то есть, дозу корректируем при необходимости, все этим занимаемся, вот, ну, какие-то там, вот, особенно, когда на профосмотрах, там, часто были, там, неврологи, там, какие-нибудь наотропы предлагают, давайте попьемте, там, еще что-нибудь, все это, ну, всегда был вопрос, а зачем, для чего, что это дает, так сказать, хорошо, мы подумаем, посоветуемся, там, почитая что-нибудь, там, и про те же наотропы, так сказать, там, когда начинаешь читать, понятно, что очень разное мнение, да, нет единого мнения, что это такое, зачем это нужно, вот, сказать, каковы последствия, и вообще какая-то помощь есть от них, нет, но вот и сейчас же, во прошествии 13 лет, так сказать, я, как бы, так сказать, достаточно тоже это изучаю немножко, вот, то есть, у специалистов нет однозначного мнения, нужно это, не нужно, там, еще чего-то, бездумно это делать нельзя, хотя, допустим, микрополяризацию тоже, Варе, мы делаем, ну, лет семь уже, наверное, так сказать, ну, пять точно, да, то есть, как вот, нет, ну, в шесть даже, потому что еще до школы начали, так сказать, регулярно, делаем микрополяризацию мозга, так сказать, то есть, ну, это электроды на голову одеваются и стимуляцию мозга, так сказать, таким образом. Вот, первую инвалидность мы оформляли уже в год, Варе стали, это, опять-таки, при помощи генетика города, тогда еще даже не по психиатрии, так сказать, там были у Варе шумы в сердце, там определенная генетика нам, как бы, так сказать, помогла в этом отношении оформить инвалидность, так сказать, тогда давали на два года, через два года мы еще ее продляли, так сказать, ну, а потом уже, как вот сейчас стали, так сказать, мило законодательство, и понятно, что сейчас мы в аварийной инвалидности до 18 лет. Вот, в свете как раз вот, может быть, какой-то конкретики переходить взаимоотношения, ну, по инвалидности все это, я немножко хотел бы как раз по взаимоотношениями с МСЭ, так сказать, вот, когда получать инвалидность или там что-то дописывать, ВИПРА, какие-то там, там, если кому-то нужны, ну, я не знаю, смотря у кого какие нозологии, что какие проблемы, там, ну, те же, может, коляски, там, какие-то оборудования, лекарства, там, еще другую помощь, да, так сказать, обычно возникают проблемы, потому что просто это признать инвалидность, там, ребенка сейчас особо проблем нет, а вот, еще раз, что записать, ВИПРА, какие-то, так сказать, процедуры, там, все это, конечно, бывают проблемы, И что я хочу сказать, вот, то есть, когда готовимся к комиссии, исходить следует из того, ну, да, предлагаю исходить из того, что тот комплект документов, который мы на МСЭ посылаем, так сказать, комиссия до нашего прихода, ее никто, этот комплект документов никто не смотрит, его прислали, прислали, так сказать, ну, наверное, могут быть исключения, но, как правило, вот, сколько опыт наш говорит, там, каких-то еще там с людьми вообще, все это, этот пакет документов комиссия открывает, там, на комиссии, когда вы пришли, то сказать, здравствуйте, здравствуйте, все это начинают смотреть, поэтому мое мнение, ну, и не только мое, так сказать, там, людей, которые занимаются, так сказать, это достаточно профессионально помогают, консультируют по комиссиям, пакет документов копировать себе, чтобы он у вас был в копии, да, так сказать, чтобы вы когда и перед комиссией, так сказать, наверное, есть смысл еще раз его просмотреть, подготовиться, подготовиться, как всю эту аргументацию для себя, так сказать, не забываем о том, что на комиссию, там, при необходимости, при возможности, если есть, можно пригласить каких-то экспертов, специалистов с собой, да, которые вам помогут отстаивать свои права, да, ну, и на комиссии, так сказать, там, быть, не бояться быть убедительным, но именно не эмоционировать, так сказать, а говорить аргументированно, ссылаться на документы, так сказать, показывать их, вот, нам нужно тот или вот есть такая-то справка, есть такое-то заключение таких-то специалистов, там, еще чего-то, а вот именно убеждать людей в необходимости того или другого, там, или диагноза, или там, еще чего-то, за записи в ИПРА, и еще по ИПРА, вот, по нашему личному даже опыту, так сказать, и других людей, там, очень часто бывает, мы боимся просить, дописать что-то в ИПРА, что как бы там не лишили старого, но я даже конкретно про наш пример, у нас, я не знаю, по этому кто-то, вот, в Санкт-Петербурге есть такая, нам ставят тройку, да, так сказать, это, сейчас, подождите, секундочку, себя посмотрю, то есть, в Санкт-Петербурге размер пенсии зависит от степени ограниченности жизнедеятельности, ИПРА, так сказать, это вот на пункт 16, ИПРА, там циферки ставятся, там, от единички до тройки, да, так сказать, то есть, понятно, единичка – это самая легкая, 3 – это самая тяжелая степень, и по тройке разница, там, по пенсии порядка 8 тысяч, если от единички, да, плюс там есть еще другие какие-то выплаты, я еще чуть-чуть расскажу, ну, вернее, льготы, вот, ну, вот, мы, приехав в Санкт-Петербург, это получили, тройку, так сказать, то есть, а потом, как бы, выяснилось тоже, сами не знали, что у наших детей же сплошь и рядом с вальгусом, там, с этим, с плоскостопие, с ногами, то есть, а стельки, там, ортопедические, они тоже, ну, денег стоят определенных, так сказать, и не таких маленьких уже, так сказать, принципы, как бы, я жене говорю, что, Тань, давай, все себе запишем, то же, что мы будем покупать стельки, когда можно их получить, так сказать, и у мамы страх, так сказать, что, вот, я пойду на МС, опять, так сказать, мне сыпра тройки, тройки лишатся, вот, уже там, потом, со временем, сказать, мы, как бы, для себя, так, люди другие подсказали, там, знающие, опытные, все еще, о том, что, вот, когда ты подаешь на какие-то дополнительные выправы писать все это, нужно понимать, они рассматриваются только то, что мы просим, да, с том, да, именно саму и прату не пересматривают ничего, ничего нас не лишат, ничего, именно рассматривается тот предмет, с которым мы подали заявление, да, о том, что вот, что-то мы хотим, те же, вот, как в нашем случае, стельки или еще чего-то, вот, поэтому бояться тут не надо, ничего нас не лишат, того, что у нас было раньше, можно смело подавать заявление на расширение нашего ИПРА, да, так сказать, чтобы что-то еще добавить в нее, так сказать, и тут же, конечно, тогда я хотел чуть-чуть остановиться по получению, по МСА, инвалидности, все это, 18+, да, так сказать, то, что я не знаю там, какой возраст там у кого что-то, чего, но в любом случае все равно все мы до этого доживем, да, так сказать, мы сами-то не заметили, как Варьке уже 13 лет, и, в общем-то, конечно, еще 5 лет тоже много, но, тем не менее, пролетит, вот, то есть, к получению инвалидности 18+, то, ну, как у взрослого уже человека, да, так сказать, все это тоже же желательно готовиться заранее. Особенно это касается наших детей, ну, и вообще ментально ко всех, да, так сказать, это то, что, ну, не секрет, что вообще нам, как бы, тяжело принять, что наши дети умственно отсталые, так сказать, мы, как бы, считаем, да, они нормальные, они замечательные, всем доказываем, что они там, все у них хорошо, да, вот, но и вообще и занимаемся, особенно с ними, когда, так сказать, то есть, и по факту получается, что, допустим, когда приносим на комиссию, так сказать, пакет документов наших детей, там все замечательно, все у нас хорошо, все, мы это такие, там, развитые, мы все умеем, все это, не надо забывать о том, что, вернее, надо помнить, что дается инвалидность не по диагнозу, а из расчета степени ограниченности жизнедеятельности, связанной с функциональными нарушениями организма, если мы и не забываем о том, что я тут говорил о том, что на комиссии они смотрят просто документы, да, которые предоставили, именно на комиссии не изучают глубоко все это, особенно если у вас в документах, если у вас в карточке все хорошо, у вас нет никаких там проблем, никаких этих жизнедеятельностей, все это, то мы получаем тройку, да, так сказать, ну, меньше, тройки-то, конечно, не дадут, ну, это что такое, это, как бы, там, минимальные деньги, да, минимальные пособия, там, ребенка, естественно, на работу, мало кто решается, так сказать, отдавать, там, тяжело, да, и деньги платят небольшие, то есть, уже с тройкой жить, ну, понятно, что достаточно тяжело, да, с третьей группой, имеется в виду, так сказать, вот, и вот с этим я сталкивался не раз, сказать, со своими знакомыми, и более того, даже когда, буквально в понедельник, так сказать, у нас в одной из этих групп в WhatsApp, так сказать, обсуждалось то же самое, мама там кричит, караул, да, так сказать, все это, что дали тройку, как жить, так сказать, все это, третью группу, да, так сказать, вот, как раз во второй день обсуждения тут идет, что, чего, так сказать, каким образом, как это преодолевать, так сказать, а при принципе, если постараться, мы говорим, опять-таки, про наших просолнечных детей, я говорю, хотя и про других ментальных, наверное, то есть, в общем-то, есть немало примеров, которые получают, так сказать, и первую группу, да, так сказать, инвалидности, ну, а хотя бы двойку, то это, ну, вторую-то группу, так это вообще, как бы, можно сказать, обязаны давать, да, так сказать, ну, опять мы должны предоставить документы, мы должны объяснить комиссии, да, потому что комиссии, они же что, они же формально смотрят, они тоже боятся, там, проверок, там, еще что-то какое-то, ходят под своими, там, страхами определенными, так сказать, поэтому собирать пакет документов, так сказать, нужно заранее, как вот, и вчера там писали, да, что мы с 14 лет начали, но я могу про свое сказать, так сказать, у нас парень, медицинская книжка, у нас рождение, да, так сказать, кирпич уже достаточно такой толстый, так сказать, набран, так сказать, мама ее никому не отдает, так сказать, то есть, это наше, так сказать, но, вернее, она дает, откопировать в поликлинике или еще чего-то, а так вот она заведена самим, так сказать, с первого эпикриза, вот, как раз, городской больницы, про которую я упоминал, о том, что мать самовольно забрала ребенка, так сказать, сюда, то есть, поэтому планировать, думать об этом желательно заранее, так сказать, понимать и знать, что, потому что еще раз говорю, первую группу или третью, это две большие разницы, так сказать, и еще, говоря про пенсию, ну, инвалидность 18+, еще есть такой нюанс, что, допустим, у первой группы, да, так сказать, если инвалид с детства, то выплата по уходу за ребенка, выплата по уходу за этим инвалидом, да, так сказать, если инвалид с детства, она где-то на 8 тысяч больше, чем просто выплата по уходу, да, так сказать, поэтому именно, когда следить, требовать там, как угодно о том, чтобы, скажем, ребенку записали, ну, человеку записали уже, потому что совсем 18 лет считается на ребенок, конечно, инвалид с детства, да, потому что значительная разница в выплатах по уходу за ребенком, ну, и, не знаю, может быть, еще тоже кто-то не знает или еще чего, так сказать, по поводу пенсии для родителей, о том, что родители имеют право на досрочную пенсию, ну, родители детей, воспитывающие детей инвалидов, имеют право на досрочную пенсию, да, так сказать, то есть при достижении ребенка восьми лет, ну, или сопровождении в течение восьми лет, это, да, только воспитание ребенка, так сказать, и, да, На пять лет раньше, так сказать, если вы восемь лет воспитывали, да, и на пять лет раньше до пенсии, я, в принципе, сам этим воспользовался в свое время, так сказать, как только Варе исполнилось восемь лет, мне как раз было 55, так сказать, и, в общем-то, оформили пенсию, так сказать, и до сих пор ее благополучно получаю, ну, таким образом. Вот. А если возвращаться, ну, вернуться опять к детским проблемам, да, так сказать, детскому возрасту, так сказать, еще раз рекомендую именно изучать, какие льготы, выплаты, лечения положены по законодательству, так сказать, именно как федеральному, так и местному, то есть федеральное законодательство, что есть нормативные акты пенсионного фонда, там, по пенсии. По различным выплатам, да, вот, есть федерально, это нормативные акты фонда социального страхования, да, и, как правило, по лечению, там, по каким-то вещам. В принципе, это, как бы, все достаточно стандартно, всем известно, хотя, может быть, это и не пользуется, но еще есть путевки, там, лечение, вот, через ОМС, так сказать, вот об этом, как правило, не все знают, потому что, там, я не скажу, что во всех поликлиниках, так сказать, но, тем не менее, там, в достаточно большом количестве поликлиник имеются путевки по ОМС, да, так сказать, то есть можно пытаться получать лечение через ОМС, так сказать, вот, то есть это в своей родной поликлинике, там, интересоваться, или, там, управление здравоохранением, или какой-то, какой у вас территориальный орган здравоохранения имеется, так сказать, о том, чтобы поймать, интересоваться, так сказать, а какие есть, там, отдых, лечение по ОМС, так сказать, ну, и по федеральному, вот, а возвращаясь к социальному кодексу Санкт-Петербурга, так сказать, все это, Допустим, у нас в Санкт-Петербурге, так сказать, очень хорошо организован отдых, так сказать, и оздоровление, ну, через, правда, через комитет образования, да, так сказать, то есть, в принципе, вот мы уже три года подряд, так сказать, ездим с Варей, так сказать, на летний отдых, так сказать, в Краснодарский край или в Крым, там, когда, где бывают какие путевки, так сказать, и вот возвращаясь к этим, то, что я говорил, что вы прозаписаны, там, единички до тройки, так сказать, то есть, тройка, она позволяет, и если у тебя тройка, то положено на два сопровождающих, да, так сказать, то есть, поэтому мы всей семьей втроем спокойно ездим, так сказать, на отдых, и, в принципе, это распространено не только на летний отдых, а на весенние, там, зимние, осенние каникулы, да, то есть, вот и сейчас, 26 декабря, мы, так сказать, по путевкам едем в санаторий Старовецкий курорт, ну, это под Санкт-Петербургом, так сказать, то есть, весной, осенью, зимой далеко не покупают путевки, так сказать, да и желающих мало куда-то ехать, так сказать, но, тем не менее, так сказать, все это. Вот, по поводу, вот, еще прав, так сказать, вот этих путевок и все это, то есть, тут тоже же возникают всякие коллизии, бывает, так сказать, особенно вот как, когда путевка на двоих, допустим, там, как правило, с двухместными номерами проблем нет, да, при заселении, при воспользоваться правом на эти путевки, так сказать, особо, хотя и там можно, так сказать, как-то защищать свои права, если что-то не нравится, так сказать, доказывать, потому что, опять, при каждом этим, когда мы едем куда-то, хоть на лечение, хоть на отдых, там, еще что-то по путевкам, то есть, между нашим органом, там, ну, местным, который заключает договор с этим, с туроператором или, там, лечебным учреждением, которые предоставляют эти услуги, так сказать, заключается договор, да, и к нему прикладывается техническое задание на то, что они обязаны обеспечить, так сказать, неплохо бы это техническое задание, так сказать, оно, в принципе, сейчас же все закупки, так сказать, идут через, ну, через сайт госзакупок, так сказать, все это прозрачно, все это видно, отслеживается, так сказать, поэтому все технические задания можно посмотреть, вот, и, во всяком случае, мы в семье, так сказать, отслеживаем всегда, ну, и, там, многие наши знакомые, что, что положено, так сказать, тебе, так сказать, когда ты приезжаешь, чтобы было это, было это, так сказать, чтобы все соответствовало, так сказать, Ну, понятно, что все эти заведения, предоставляющие услуги, то сказать, им же хочется сэкономить, там еще что-то не всегда получается, поэтому, когда требуешь и когда ссылаешься на тоже техническое задание, то вопросов никаких не возникает. А вот что касается, вот как раз еще, когда втроем, так сказать, трехместных номеров, как правило, это, ну, менее распространены, да, и обычно бывают всяческие проблемы, то есть и нас, там, и летом, и вот и сейчас, вот и как раз в Сестрорецке то же самое, что там, ну, конкретно в Сестрорецке. Ну, мы у вас там раскладушку поставим, вам номер, так сказать, на что-то Татьяна Пардонского, то есть нам положено полноценный, нормальный трехместный номер, так сказать, по закону все это, ну, то есть там небольшой диалог, дискуссия, короче, если ты продолжаешь наставить, продолжаешь ссылаться на нормативные документы, то, естественно, все они, там сказать, выполняют, ну, не знаю, конечно, как еще получится, потому что мы едем, там будет видно, но, во всяком случае, вот то, что мы ездили летом, там, раньше, так сказать, то есть все всегда после определенных, там, переговоров, каких-то там споров, еще, что-то, все предоставлялось так, как положено, да, то есть нам предоставлялся нормальный или трехместный номер, или два двухместных номера, так сказать, что-то тоже неплохо, это все без подселения, Потому что еще обычно при одном у нас подселением, скажем, нет, уважаемые, вы должны предоставить так, как положено, да, так сказать, для семьи, а тем более сейчас, так вообще аргументация простая, да, вы что хотите, так сказать, ковид, это все, это там, а как же сам изоляция, таким образом. Вот. ставить место. Хотя вспоминается, может быть, сейчас смешно. Когда аварии был год, мы начали задумываться уже о садике, что как же, чего-то, так сказать, надо будет отдавать все это. Начал изучать информацию все это. Тогда, конечно, там 12 лет назад ситуация была гораздо сложнее. Все пугали о том, что вот в садике не берут, но и действительно они брали, так сказать, приходилось прилагать какие-то усилия. Я даже собирал судебную практику о том, что в одном городе, в другом по решению суда, так сказать, заставляли сады брать этих детей наших в сад, так сказать. И вот как бы я для себя папочку такую завел, собирал. Но, правда, уже время было все другое, когда мы пришли в управление образованием, там проблем особых не было. Правда, еще вот когда мы подбирали его сад, нам очень хотелось там в Череповце, где мы жили, было единственное детский сад по системе Монте-Сори. И, конечно, очень хотелось отдать в этот сад варю, так сказать. Но вот здесь, конечно, у меня не получилось. Ну, конечно, опыта, наверное, не хватило еще поддельной настойчивости, там, настырности, как угодно. Но и юридической базы не было, потому что там по положению все это было что-то, все на усмотрение заведующих детским садом. И, в общем-то, мы не смогли. Хотя буквально прошло два года, так сказать, и мы одну нашу девочку уже, она на два года младше варит, смогли уже, так сказать, все-таки жизнь меняла и меняется, так сказать. То есть девочка пошла в сад Монте-Сори, так сказать. И сейчас я по себе могу сказать, конечно, если у кого есть возможность. Но, правда, опять Монте-Сори, Монте-Сори, а есть название Монте-Сори, а есть реальное Монте-Сори. Потому что вот как вот если там действительно люди занимаются по этой системе, то это, конечно, здорово. А сейчас же спустя рядом прохонацию. Всякое бывает, так сказать. А вот возвращаясь к варе, значит, ну, к нашему опыту, значит, еще раз я уже упоминал, что сначала мы пошли, выбрали простой сад, да, так сказать. Ну, простой сад, что группа, 30 человек. Там нянечки, там, или воспитатели частенько болеют, так сказать, что там зарплаты маленькие. Они тоже идут ради там детей, слушать, когда в лагерь с воспитателем. То есть работа достаточно тяжелая и плохо оплачиваемая. Вот. Как мы, я смеялся. Ну, просидела Варя там под столом целый год. Ну, я никто не обижал, мне все это присматривали, но просто реально ни особых занятий, ничего, до нее никому и дела нет. Все это. И уже к концу сезона, мы для себя решили, что все-таки нашли коррекционный садик, да, так сказать, и перевели ее в коррекционный сад в группу ЗПР. Там, правда, тоже были определенные сложности. Мы когда пришли в сад, в саду уже была образована группа особый ребенок. И нам очень настойчиво заведующие, дефектологи, предлагали Варю группу особый ребенок. Но я сходил, посмотрел, как мне показалось, детишки там совсем слабенькие, это сказать. В общем-то, а наша позиция тогда такая все-таки, что чтобы Варя не была не звездой в группе, да, наоборот, тянулась к тем, кто это, чтобы лучше развивалась, социализация, все это, вот, в общем-то, ну, несколько раз мы с заведующей встречались, там, подключили управление образования, с ними переговорили, в конце концов, нам удалось настоять на своем. Варю определили в группу ЗПР, 15 человек, там, да, постоянные занятия на группе, постоянно свой дефектолог-логопед, конечно, это несколько другое дело. И, в принципе, на этот сад доходило до окончания школы, так сказать. И могу там похвастаться или как угодно, что уже, когда последний год мы пришли, заведующая Алла Василь, надо сказать, то есть, она, конечно, поначалу нас немножко обижалась первый год, но потом, там, и мама там постоянно участвовала в общественной жизни сада, да, так сказать. Вот, и сама она, так сказать, согласилась, что, да, в общем-то, наверное, мы были правы, во всяком случае, и Варе там комфортно было, и более того, она даже хотела расформировать эту группу особый ребенок, всех детей раскидать тоже по группам различным, но там уже родители этих детей, особый ребенок, да, мы наших, да, у меня, так сказать, были против, так сказать, потому что, ну, не все же готовы заниматься много с детьми, да, так сказать, но и дети разные, наверное, так сказать, я наберусь судить, почему, каким причинам они лучше развиты, другие меньше развиты, так сказать, все это, не все готовы, так сказать, это, что, к этому, и поэтому группу Алла Васильев все-таки оставила, не знаю, как сейчас, конечно, уже пять лет прошло, связь уже практически совсем потеряна, так сказать, с ними, вот таким образом, ну, а теперь про школу, да, ну, наверное, все знают, что согласно законодательству нашего, так сказать, российского, все дети имеют право на образование, вот, а родители имеют право выбирать формат этого образования, да, так сказать, хотя очень часто, так сказать, и до сих пор вот в соцсетях там жалуются мамы, так сказать, буквально я там, наверное, недели две-три назад, так сказать, переписка у меня была, так сказать, мамочка, так сказать, пишет, что вот нас в школу берут, там, выгоняют, еще что-то, ну, не имеют права, есть законодательство, но идите, отстаивайте свои права, доказывайте, ссылайтесь на нормативные акты, вот, ну, не знаю, конечно, что там, смогла она, не смогла, но на самом деле, если как бы настаивать, там, еще чего-то, понятно, что все должны брать, вот, единственное, что нужно понимать, вот, особенно сейчас же, ну, достаточно часто модно, что обычно, в школу, все это, ну, я сразу скажу, вот, мы с женой долго думали, так сказать, судили-редили, и, в общем-то, мы решили, что в обычную школу, Варя, не потянуть, ну, 30 человек в классе, да, дети достаточно развитые, что, ну, куда нашим, по всякому случаю, я не знаю, может быть, воспитывать талантливые, дети будут более, вот, в шестом классе, мы читаем по слогам, пишем там, ну, получше сейчас, пишем, тем не менее, сказать, словарный запас минимальный, какая там физика, химия, там, еще чего-то, да, вот, и что там наши дети узнают, сказать, эти, поэтому, поэтому, мы пошли, возвращаясь к нашим баранам, в коррекционную школу, мы, правда, долго выбирали, так сказать, как раз, вот, еще переезд, вот, у нас тут совпало, все это, мы выбирали, где жилье себе, покупать, как раз, в одну школу, съездили в другую, по Санкт-Петербургу, да, в какую-то школу приехали, говорит, как директор, сперва я встречаюсь с родителями, которые выбирают, где жить по школе ребенка, ну, может быть, может быть, как-то хотелось бы, чтобы действительно, авария была комфортно, но у нас становились на московском районе, и, в общем-то, школа нас радует, да, так сказать, хорошая, ну, хотя не без вопросов, как раз, я хотел еще остановиться, то есть, сначала, конечно, в первом классе нас взяли в класса, ну, так вот, на разговорах посмотрим, как, что, чего, как паре себя это сам поведет, вот, ну, опять, мама там, как бы, в общественной жизни школы участвовать, в совете класса, так сказать, сюда, то есть, как вы-то проявляете это, чтобы себя показать, плюс, действительно, там, учительница молодая, хорошая девчонка, так сказать, ну, именно фотографии увидели, наверное, то есть, я вообще говорю, сторонник того, что, главное в педагогах, что, чтобы они хотели, да, вот, молодые там, люди, так сказать, у них еще есть желание, они как бы там с душой все это, а вот детям, им же это и надо, да, там, в первую очередь, это, они там плохо ценят, ну, как бы они не понимали, что-таки там большой специалист, небольшой стаж, не стаж, а вот нет у них зашоренности, ничего, и вот, Вероника Руслановна, да, ну, понятно, что, говорит, Руслановна, вот, очень, так сказать, там был хороший контакт, все это замечательно, они учились, и я там, Варю, даже, так сказать, мы вместе обсуждали, во втором классе, что ли, началось, представляете, она списывать научилась, сказать, то есть, Варька, ну, как бы, ну, а Даша, ее подружка давала, как раз списать, потому что, понятно, что половина ничего не понимает, вот, ну, и четыре класса, вот, мы как-то так благополучно все это там закончили, с пятого, конечно, понятно, уже сложнее, все, и, в общем-то, в конце четвертого класса, так сказать, к нам начали поступать предложения от администрации школы, о том, что давайте Варю переведем в другой класс, там, более, ну, более слабыми детьми, да, все это, вот, но мы опять, как бы, во-первых, нам очень, ну, наш класс нравится, да, так сказать, иногда нравился, и сейчас он нравится, так сказать, что дети Варю знают, они к ней хорошо относятся, дружат, Дашка, это вообще постоянно ее опекает, ну, вот девочка на фотографии, да, вот, и они танцуют вместе, так сказать, потому что есть определенные занятия в школе, да, так сказать, и выступает постоянно наша школа, да, так сказать, и все-таки выступает на мероприятиях, вот, поэтому мы несколько раз встречались с директором, уже потом с директором и новым классным руководителем этого пятого класса, так сказать, все это, мы отходили, разговаривали, так сказать, в конце концов, возвращаясь уже как раз к правам законодательства, потому что если ребенок не осваивает программу, школа должна разрабатывать СИПР, да, так сказать, специальную, специальную программу развития ребенка, так сказать, все это, понятно, школы не очень любят это делать, да, хочется им этим заниматься, вот, и если возвращаться к детям, которые, там, в обычных школах учатся, там, вот, я знаю, у нас в Санкт-Петербурге есть девочка, так сказать, которая папа сам разрабатывал программу, так сказать, в свое время, именно учиться в правах в обычной школе, но, правда, и он признавал, что это было еще там с первой, четвертой класс, сейчас Юля в седьмом классе учится, так сказать, я тоже, как-то связь немножко потеряли, что как оно получается, но вообще, это у нас в Санкт-Петербурге где-то 3-4 человека, так сказать, девочек, и один мальчик учатся, там, ну, кто-то в обычных школах, кто-то там пятого вида, там, еще чего-то, но, в общем-то, с моей точки зрения, ничего хорошего в этом нет, так сказать, это постоянная борьба, и все это, и более того, вот тоже мальчик единственный, который, вроде как, все-таки мама с нового года переводит в нашу школу, так сказать, курс варе, в наш класс, так сказать, таким, потому что, ну, большой разрыв в этом все, класс 30 человек, ну, тяжело это все, так сказать, и потом, ну, я могу привести, там, пример, вот, есть, у нас в Санкт-Петербурге, так сказать, Наташа слесарев, так сказать, сын Максим слесарев, так сказать, у нее книга написана, обратите внимание, а Максим, он даже не, ну, как бы мозаик, вот, но, с точки зрения, Наташа, конечно, она вообще молодец, подвиг, так сказать, то, что это, Максим уже, уже где-то около 40, то есть, это было 40 лет назад, в Советском Союзе, она одна из первых, ребенок с синдромом Дауна учился в школе, там, она отстаивала и все, вот, но и в то же время, там, она вот рассказывает достаточно откровенно, в этой книге, как она мучила его этой математикой, и он ничего не понимает, естественно, там, постоянные скандалы, там, слезы, все это обижается, и сейчас, она, конечно, признает, что понятно, что, ну, нафиг им эта математика не нужна, да, все равно, понятно, что город вырос, когда вырастут наши дети, да, они не могут жить самостоятельно, все равно нужно какой-то присмотр, вот, а так Максим, он фотографирует, но не работает, конечно, но ездит в цирковое, в театральную студию, там, ездит со спектаклями, все это, то есть, так социализирован, все нормальный, там, ну, мальчик уже не скажешь, мужчина, да, все это, но вот, насколько нужны вот эти такие, а тем более, говорю, говорить про какую-то физику, химию, там, еще что-то, поэтому, я не настаиваю ничего, я высказываю, просто, у вас свои размышления, решать, конечно, всем, вам самим, где чего, но тем, кто еще не учится, да, кому предстоит выбирать, вот, таким образом, но вот, возвращаясь к Варицкой, то есть, все-таки, там, мы отстояли, право варючиться в этом классе, так сказать, и, в общем-то, сейчас там постоянно пятерки, четверки, там, юбники, я, конечно, не знаю, за что они ставят ей, так сказать, но, опять-таки, мне радуется, во-первых, да, действительно, она развивается, он не там потихоньку, очень медленно, да, она растет словарный запас, сказать, лучше почерк, сказать, читать, лучше становится, конечно, с помощью, там, почти ничего непонятно, все это, динамика есть, да, так сказать, все это, она начинает пользоваться, гаджетами, так сказать, то есть, там, что-то переписку, там, папе, звонит, так сказать, ну, там, слов-то немного, конечно, там, папа, привет, как дела, хорошо, но, тем не менее, так сказать, с Дашей, с той же переписывается, так сказать, если что, можно у Даши спросить, там, какие домашние задания, если Варя не все записала, так сказать, поэтому, как-то вот так, но еще, вот, я что-нибудь хотел сказать, вопрос про дееспособность детей, но это тоже, опять же, именно думать, самим родителям, каждый принимает решение сам, так сказать, опять вот, связаны как раз первая группа инвалидности, сейчас обсуждение, это второй день идет у нас, в WhatsApp, вот, тоже там многие там вот решают, ради получения группы инвалидности, 18 плюс дееспособности, хотя, это ни в коем случае не влияет, это не зависит, так сказать, дееспособный, признанный недееспособным, или оставили дееспособным, все это, с точки зрения инвалидности, это не зависит, так сказать, конечно вопросы есть, потому что, человек может как бы с чьей-то подачей распорядиться, там, какой-нибудь собственностью, недвижимостью, там, еще чем-то, так сказать, и потом будет очень грустно, да, когда узнаете, что стоит подпись, да, есть договор чего-нибудь, купли-продажи, там, лишитесь, там, каких-то вещей, так сказать, если дееспособен, поэтому, но если он, ребенок, человек, у вас полностью под контролем, там, еще чего-то, можно не лишать, да, но если есть риски, то стоит об этом понимать и знать, так сказать, и потом вы же никуда, уже ничего не докажете, все это, если будет достаточно правово, обеспечена, так сказать, сделка, это, да, то есть какой-то договор по купли-продаже, еще что-то, так сказать, не дай бог на ребенке, как-то недвижимость, и такие случаи, они реально есть, так сказать, вот, можно это четко понимать, там, в крупных городах, это очень часто, да, так сказать, от этого не застрахованы, и нидии способны, особенно, когда, вот, они, если лишаются опекунов, да, родителей, это тоже, так сказать, моментально, сплошь и рядом бывает, ну, не то, что моментально, но сплошь и рядом бывает, так сказать, то тут же их недвижимость, так сказать, куда-то уходит, там, другим людям, да, так сказать, все это, потому что полностью они становятся распоряжение, там, если ребенка нет, каких-то других опекунов распоряжения директора ПНИ. Поэтому тут нет хороших решений. Все решения имеют свои плюсы и минусы. Ни в коей мере советовать я не могу сказать. Что еще было, наверное, есть смысл упомянуть, что сейчас существует такой реестр инвалидов. Если в интернете наберете, то найдете. Он в первую очередь важен будет с 1 января этого года, 2021, тем, кто пользуется автомобильным транспортом, но и знаком инвалидов. С 1 января инспектора ДПДД, для них розовая справка. Наверное, будет переходный период, или может, это будет по-разному, но формально вы имеете право всеми льготами инвалидов, если ваш автомобиль внесен от реестр инвалидов. У всех инспекторов это, естественно, в смартфоне будет, они там в 2-3 клика зайдут, посмотрят, есть машина с вашим номером в реестр инвалидов или нет, и могут последовать всяческие санкции. То есть сейчас пока переходный период, но во всяком случае у нашей мамы автомобиль в реестр инвалидов уже внесен. Датской. Поэтому, чтобы это, если кто не знает, не было для них какой-то неприятной неожиданностью. Вот, таким образом сказать. Но еще, наверное, можно было бы что сказать, что вообще по взаимоотношению инвалидов, датской, то есть наших детей различных и государства, то есть всякие изменения. Вообще вот за те 13 лет, что Варька родилась, конечно, изменения-то, ну, разительные произошли и в законодательстве, и в отношениях там многих. То есть, в принципе, по-хорошему, вот мое, конечно, мнение, я никому не навязываю, особенно в городах, особенно зная законодательную нормативную базу, там еще чего-то, ну, жить-то вполне тут комфортно. Ведь на ту же Варю, там, допустим, мы получаем 30 тысяч, да, с учетом всех санкт-петербургских выплат, вот этой тройки, там, всего, это, так сказать, провинции, я понимаю, так что не все там взрослые люди зарплату такую получают, да, так сказать, плюс вот именно различные льготы, путевки, так сказать, вот в тот же бассейн, так сказать, Варя ходит бесплатно, да, так сказать, тренируется, это чисто по государству. Понятно, что за ту художественную гимнастику обходится дешево достаточно, но это уже, как бы, другой вид спорта, это, как бы, наше пожелание, хотя и тут мы работаем, да, с вами, так сказать, ну, мама, естественно, больше всего, так сказать, занимаемся разработкой программ, так сказать, по художественной гимнастике, то есть есть все-таки желание создать для людей с синдромом Дауна, так сказать, ну, как бы, в рамках спорткомитета, так сказать, то есть именно, чтобы официально, чтобы было признано, потому что на самом, на данный момент, потому что гимнастика, она, как бы, в специальной олимпиаде, так сказать, отдельно не выделяется, да, так сказать, вот не в специальной, ни в этих, ни в ЛИН, таким образом. Но я-то хотел сказать по-другому, что вот, ну, все эти изменения в законодательстве и все, вот то, что все равно нас много чего не нравится, не устраивает, нам хотелось бы изменить, вот сейчас идет достаточно большая дискуссия по сопровождаемому проживанию, да, но это можно и менять только тогда, когда мы как-то объединяемся, когда как-то объявляем, там, государство, там, депутатам, там, чиновникам, да, свою волю, свое, так сказать, пожелание, но именно через какие-то большие организации, в том числе, я не знаю, там, про Варди, если кто не знает, то могут, ну, посмотреть, поискать, так сказать, можно как-то вступить, там, если где-то ничего нет, вот, то есть я, конечно, честно говоря, сам большой пользы для себя не вижу, но то, что там люди делают какое-то дело, да, по тому же, еще раз говорю, по распределенной опеке, да, пытаются пробить, да, закон о распределенной опеке, так сказать, чтобы именно ребенок попадал не чисто в, как бы, распоряжение или какого-то директора ПНИ, да, так сказать, мало того, что там еще тяжело, но условия жизни не ахти, так сказать, но и полностью он зависим от директора, да, свои, так сказать, или какие-то там другие механизмы, потому что вариантов-то два, да, или ты сам берешь на себя, на себя опеку, да, так сказать, это человек, ну, ребенок, или там даже взрослого, или ПНИ, да, ну, а не всегда, то есть люди готовы присматривать, может, ну, полностью брать на себя, не все решатся, да, так сказать, когда вот нас родители, допустим, уже не будет, поэтому, а распределенная опека позволяет как-то вот распределить это, да, ответственность и все это, чтобы можно было там более-менее комбинировано, но пока эти законы принять не могут, но вот и в те же общественные организации как-то пытаются биться, так сказать, доказывать нужность, важность, так сказать, соглашаться на какие-то коррективы в законодательстве, так сказать. То есть, ну, и я бы как, там, призываю, не призываю, но тем не менее, так сказать, рекомендую, что, то есть, только объединившись, да, только высказывая свои какие-то там пожелания, там, права, требования, сказать, можно делать жизнь наших детей лучше, да, и уж не говоря про то что все приходит с опытом все приходится через какой-то труд да вот тоже что я сейчас перед вами цикой там выступаю понятно что я сам вижу там наверно что достаточно мне это тяжело пусть ну что я я же технарь да сказать я занимаюсь промышленной автоматизации там энергетикой но как-то первых я все время вспоминаю какой ужас был когда не то что ужаса когда вот только что варька родилась и ничего не знаешь спросить не у кого-то спит хорошо хоть какой-то интернет был дат сказать что это так вот поэтому сейчас перед вами тскать учусь что называется тоже разговаривать с людьми но наверное это как бы вот примерно и все что я хотел сказать поэтому сейчас я бы конечно аня если слышит можно включить микрофон и да или не слышит сейчас можно включить микрофон и всем участникам кто если хочет что-то да 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 наверное если есть желание сказать пусть что да или пишите в чат тоже можно но в чате вроде пока это и вам спасибо я имею ввиду елене высоцкой за блага за за благодарность в чате здравствуйте можно да задать вопрос да 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 здравствуйте александр у меня вот такой вопрос у меня машенька ну мы кстати тоже санкт-петербурге живем вот и значит 18 лет нам исполняется уже в начале июня то есть нам предстоит вот этого там сек комиссия то есть хотелось бы конечно вот несколько поподробнее каким образом так вот всех пройти специалистов но я понимаю что вам это сейчас еще как-то ну если бы вы это уже прошли вам бы легче было да мне сейчас посоветовать сказать ну может быть конечно мне тогда обратиться чтобы ну кто допустим недавно это прошел да я в принципе разговаривала с тамарой солнечным солнышко ну еще может быть кого-то посоветуете чтобы еще бы я обратилась к ним чтобы как-то более детально как это вот получше пройти чтобы соответственно получить какую-то группу нормальную не третью я понимаю что нам тоже это наверное может как-то так светить нет ну хотя бы вторую да вот именно лучше первые в общем-то прецедент это есть люди получают первую стараться если подготовиться быть морально готовым но вот для меня самое простое это так сказать если вы мне дадите ну как с вами связаться можно то есть ну в принципе у меня в умоле телефон есть вашей жены телефончик написан телефон почта так сказать все это а где где написан я не вижу демонстрация экрана нету что лицкой нет вот здесь у меня есть демонстрация он там по-моему фотографии а а все вижу вот все вижу да сейчас сделаю это то есть можно на почту можно телефон сказать и но для начала ты мой самый главный этот в первую очередь это наша мама да вот потому что она там и даун-центре всем этим занимаются и много чего игры и вот сейчас они тут активно обсуждали с девушками со всеми то есть у нас просто есть чат этих но как бы руководители нк роткает ватсапе рассказать и вот с учетом того что игры что в понедельник просто случилось что обратились это что в третью группу далее это много обсуждений я думаю начать с татьяны сказать а потом если к это появится конкретика или что-то вопросы что как лучше оформить там еще хочу поэтому мне напишите вот я перед попрошу татьяну сказать и дальше вы в конкретику пообсуждается потому что я и все я в семье и в центре за общими вопросами занимаюсь миш надо еще выйдет зарабатывать да это понятно и вообще просто поддерживать сказать я вот че там пришел сказать что-то сделал а дальше мама датской то с тем же даун-центром когда-то пять лет назад я первые контакты из той же из наташи там если с виктором лагуном сказать спокойно договаривался а дальше уже мама все влезла и как бы так занимается с улево ну вот я к сожалению не влезла потому что надо было каким-то образом материально и пошла работать и конечно да конечно конечно естественно это это все понятно что я всем откровенно я я не представляю вообще как мамы которые вот одни вот это все тянуть наши так сказать это это реально сложно сказать конечно как-то когда вдвоем там намного легче с моей точки зрения поклониться сказать особенно к счет те кто добились какого-то успеха наши дети более-менее сказать хотя бы требовать из тех кто слабенькие совсем тоже ему как тяжело это реально непросто так что пишите хорошо хорошо спасибо александр спасибо все больше никто не хочет ничего спросить всем всем ясно все понятно я еще хотела спросить что там по гимнастике у нас но уже наверное тоже это в приватном каким-то каком-то спрашивать а чё по гимнастике у нас ну вот сейчас вот эти вот прошли онлайн до соревнованию как бы вот отправили и пока все да пока что дальше не нет с точки зрения соревнований да все то есть сейчас подводятся итоги я не знаю вам там баллы то вы получили то есть вы участвовали да 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 вот так я думаю тогда вы и татьяна телефон знаете можете на меня сослаться сказать то есть наверное как общаетесь с ней ну да я там что-то да 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 я хотела спросить вот мы туда несколько раз ходили но с сентября месяца там по гранту работала светлана пауна по гимнастике а сейчас кто этим делом занимается мы можем еще туда ходить каким-то образом тренироваться сейчас же все закрыто не открыли немножко походили с октября все закрыли как председатель так сказать с нее же ответственность все так сказать она как бы мы согласно это приняли решение никаких занятий в даун-центре мы сами там не были уже могут считать с октября месяца сказать то есть потому что мы еще выходили там занимались саней вяльбе да так сказать эти как бы хореографии там балетным этим немножко по субботам туда в дополнение ко всему поэтому вот если говорить про нас то мы занимаемся чисто это вот со своим тренером которого там а вот со своим тренером вы занимаетесь вы приватно занимаетесь как бы или это от даун-центра или как это все нет сами сами ну то есть когда была вот грант сказать немножко как бы на аварию так же как на всех платили да как 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 мне вчера в сердцах мама высказала и там но когда там она сильно наварена и жало сказать я что 20 тысяч зря плачутся то есть в принципе это да ну понятно обходится тренер 20 тысяч в месяц в месяц таким образом не ну можно конечно попытаться как-то там поискать подешевле еще чего то все это но вообще художка понятно что это не самый дешевый спорт мы начали заниматься и тоже ей это дело нравится и как-то хотелось бы продолжать конечно конечно это особенно это так мозг стимулирует им это блин координация движения это все это постоянно это это очень оно сложное да и но она это вот нашим деткам я же мы сами поэтому еще одна из основных причин причем потому что это реально сказать стимулирует мозг всю координацию все это их как бы собирает в одну кучку да так сказать все это это же там нормальный человек это тяжело так сказать крутить эти булавы там и обруч и да 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 поэтому это конечно это замечательно и пока есть сколько будет возможность будем как бы это тянуть уж не говоря про то что вот те же американки там все это мы смотрим там и в 40 лет занимаются да вот а еще чего вот я не знаю вы не подключены вот по субботам в зуме занимаются чему или участвовать да 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 мы танцуем там а так тренера вот или сами так сказать но опять если там с татьяной пообщаться может быть чего-то я понимаю что она у нас девушка такая бывает это ну как-то строить отношения надо что делать сказать ему может там произвести впечатление такой жесткой там или еще чего внутри там все добрые вот таким образом спасибо 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 вам за вебинар очень интересно и познавательно было но я так смотрю вот вы поверхом да вот вот прям то же самое вот прям как под копирку все это мы тоже я проходила так да вот уже примерно один желтый опыт у всех и все мы это понимаем что по-другому никогда так сказать то есть как тут уже через тернии до через не вы я думаю не вывод не мы когда вот ты же не знаешь вообще что это такое никогда не готовился что такое инвалиды там еще да где она есть все это а тут на тебя это свалилось и дальше что или скулить там или ждать у милостыни у природы или там погоды как что называется или брать засучив рукава и делать 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 и я не знаю вот какие-то результаты есть сказать ну ладно все тогда хорошо спасибо вам так всего доброго ну судя потому что да больше вроде за то время общения не возникло вопросов я думаю что в принципе мы можем тогда заканчивать да я тоже так уже 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 готов согласен спасибо вам большое за вебинар и вот дорогие участники тоже вам спасибо за то что с нами побыли да надеемся что действительно для вас эта информация была полезной и интересной вот поэтому всем тогда хорошего вечера спасибо до свидания до свидания всего хорошего спасибо